Так, ну вот это Бетальгезия 28. Лучшее что я смог сделать на Nikon Call PXP1000. Аберация конечно, но... Пояс Ориона, ну сейчас такие настройки светочувствительности, что не до гусь, не до пояса Ориона. Чуть поменял локация. Здесь грунт вроде... Чуть помягче. 28 декабря 2023 год. Я говорил, не говорил, забыл уже. Запорожская область. Ну вот, уже чуть выше поднялась и явно уже дымка меньше мешает. Красота. Чтобы вам понятен был масштаб, вот этот кратер. Сейчас. Совершенно невозможно при минусах. В общем, сейчас я наведу просто. Вот этот кратер. 80 километров в диаметре. Кругленький, вот этот аккуратненький плато. По-моему, 80 или 100. Ну, в общем, понятно, да? Вот ты, моя же красавица. Да, не держит. Штатив не держит. При минусах уже пытаешься зафиксировать, а оно проваливается. Да, напоминаю, да? Все кратера круглые, потому что и нету как бы рикошетов, да? Удивительно. Вернее, они есть, но их крайне мало. Потому что астероиды уходят в грунт Луны, в Вселенную нашу на таких огромных скоростях, что под каким бы углом он не соприкоснулся с грунтом, получается ядерный взрыв. А как вы понимаете, атомной бомбе все равно, под каким углом она падает на грунт. В любом случае, воронка будет круглая, так, выдержку чуть-чуть побольше. И когда говорят, что не образуются новые кратеры, образуются. Просто крупные метеориты, то есть не метеориты, а астероиды, редко падают, и потом уже чтите, что к открытому космосу Луна обращена другой стороны. А все, что попадает на эту, освещенную нынче сторону Луны, это то, что каким-то неведомым макаром пролетело гравитационное поле Земли, изменило свою траекторию, и врезалось в Луну из-под тишка. Так, давайте на Юпитер посмотрим. Луна, конечно, красота, но Юпитер тоже хорош всегда. Видел я на нем и акваториальные полосы. Сейчас. Wait for me and I'll be back. Be back, be back, be back. Тут, конечно, приходится в раз корячка стоять. Ужасно в зените Юпитер. Но зато чистота изображения меньше. Нет этих плотных слоев атмосферы земных. Всего каких-то 10 километров над тобой. И дальше чистый космос. Выдержку ж надо поменять. А то я молодец. Луну снимаю и Юпитер на одной и той же выдержке. О! Два залезла Галилеевых спутника. И Европа. Вот сам Юпитер. Ну и акваториальные полосы видно прекрасно, по-моему. Ну вот как ты его тут настроишь, когда любое касание аппаратуры приводит к колебаниям. все. Да выровнивал. Молодец. Не, я не готов. Давай посмотрим еще на Сатурн, пока он не утек. Попадем мы в него, он уже тускенький такой. Надо же, тут даже как-то, по-моему, без проблем попадаю. Попадаю. Ёлки. Залазил, называется. Вот же ж... Ну вот он. Сомбреро. Полтора миллиарда километров. Да наше, а красавца. Да что ж ты будешь делать? Еще облачка вижу. Подтягивается. Дашь ты мне? О! В кадр тебя поймать. Все, отошел. Ну так. Двадцать восьмое. Декабря. Девяты тысячи двадцать третий год. Ну ладненько. Наверное на этом и закончим Это шибко длинный получается Файлик Рука не поднимается Выключай Какую красоту Да, ну к сожалению Все-таки Дымка есть Ладушки